Всем привет! Ну что, не стала я никого ждать и пошла сегодня в Икею, поехала точнее в Икею самостоятельно, никого не уговаривала, но пока не нашла того стула, который не нужен, возможно он даже был не из Икеи, это я так себе придумала, что он в Икеи есть, стул, который мне понравился, но он стоит как-то так немножко больше, чем я планировала, вот, но это еще не окончательно, ходила-ходила, пришла в ресторан, и я сейчас перекушу, у меня рыбка, лосось, картошечка и печеный буряк, буряк, ну да, и крокер, да, пить буду лимонад, вот, сейчас быстренько перекушу и пойду искать стул, еще мне Слава сказала, что ей нужны коралики, так я забыла, как она называется, сейчас приду и покажу вам, как это называется. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, нашла я то, что искала для Ярослава, называется эта штука пыскла, сложно забылить, так я возьму вот такие вот кораллы, да, кораллы, да, кораллы, да, вот такие вот формы на кораллики, вот, вот такую вот банку большую все возьму, и вот такие вот формочки, на которые вот эти маленькие кораллики будут накладываться, потом все это нужно будет... Ну, здесь есть бумага специальная, и про глазики, даже инструкция есть, вот, да, точно, и вот такие вот кораллыки можно сделать, Слава уже делал, максимальше вечером сегодня покажу, пингвин классный с китом брелки, вот, так что беру вот это, да, и у меня уже в корзинке есть форма для выпечки или для такта, но она такая керамическая. Ну, что-то из посуды сегодня еще точно посмотрел. Ну, не смогла я пройти мимо вот этих стеклянных форм, возьму сейчас себе вот такую маленькую, небольшую, наставив свой 13 лоб, и есть еще чуть побольше, не чуть побольше, прям большущая, но мне она пока не нужна, но в ближайшие какие-то я буду часто готовить, то, возможно, я люблю такую, а сейчас пока, пока такая. А, слушайте, Слава, делал подушек, и что же я вижу? Все подушки идут размером, так, сейчас покажу, видно было 50 на 60, а у меня все наволочки идут 50 на 70, и реально я не встретила здесь 50 на 70, может, плохо искала, сейчас еще поищу, конечно, причем я помню, что я свои подушки последние покупала как раз именно в Икеа, тоже была вот такая же дырочка, но оранжевого цвета пока я еще не нашла. Я уже когда-то искала подушку на такую большущую, потому что когда я покупала Роману постельное белье, вот, и там была огромная-огромная наволочка, по-моему, даже 70 на 90, вот, и я уже ходила в Икеа, смотрела, но я не обратила внимание на маленькие подушки, думала, они стандартные, прямоугольные, но нет. А я как раз вот задумываюсь над тем, чтобы сменить подушки, обновить. Еще сейчас смотрю на подушки вот такие эргономичные, знаю, что очень многие ими пользуются, вот так вот они выглядят, да, и хочу отзыв. Пожалуйста, напишите мне, кто пользуется такими подушками, как они вам, ну, понятно, что в Икеа это одно, купить в каком-то таком салоне, где продаются специальные такие подушки, ну, не ортопедические, но это, ну, вы поняли меня, да? Вот, поэтому если кто-то пользуется, отпишитесь, очень бы хотелось услышать вот это, как вам. Я еле-еле доехала домой, реально было очень-очень много, ну, нет, сумок было немного, очень была тяжелая сумка. Вот, сейчас буду показывать, что купила. Ой, уже вам все трещит. Так, ну, как говорила, купила пысла, опять забыла, как называется, пысла. Я себе была довольна, я не знала, какую взять расцветку, она мне сказала, ты что, не надо было-то убрать бледную, вот это вот очень хорошее, говорит, но черный цвет заканчивается очень быстро. Ага, ну, видимо, из опыта в щемахе. Так, сразу же к ней вот такие, сколько их? Раз, два, три, четыре, то есть одна прямоугольная, один квадрат, большой квадрат, маленький круг и сердечко. То есть вот таких вот четыре формочки. Это дети будут в восторге. Купила контейнеры. У нас были такие зеленые, это еще в Москве. Они очень удобные, их много, их раз, два, три, четыре, пять, десять, их 17 штук, но что-то мне в них не нравилось. А, в больших контейнерах они плохо закрывались в крышках, а маленькие просто замечательные. То есть вот эти контейнеры, Виталик использовал их, ой, падают все. Сейчас посмотрим. У нас были зеленые крышки, их два цвета, оранжевая и зеленая. Посудомойка работает. Не, нормально. Эти хорошо закрываются, хотя, да, отлично закрываются. А мои зеленые, прошлые, которые я покупала в Москве, они не очень хорошо закрывались. Ну, в общем, 17 контейнеров и стоят они, по-моему, то ли 17, то ли 19 золотых чек есть, потом я вставлю. Сколько стоят такие контейнеры? Вещи очень удобные. А, покажу. Вот такой вот большой контейнер, да. Вот такие вот маленькие контейнеры, такие малюсенькие. Потом вот такие. Нет, где-то крышек. Ага, крышки вот они. А, тут все так запечатано. Вот. Такой контейнер. Таких два, таких три, наверное. Да, таких три. Еще есть маленькие. Вот таких тоже два. Вот такие. И еще вот такие поменьше. И еще четыре будет вот таких вообще малюсеньких. И вот таких. Вообще очень удобная штука. Так, теперь надо все это убрать. Убираем, убираем. И убираем, чтобы дальше все вместилось. Дальше. Купила. В формочке, как и говорила, вот такую вот среднюю стеклянную на... Не знаю, на сколько. 27 на 18 можно. И в посудомойку, и в пекарник, и в микроволновку. В общем, везде. В духовку. Везде можно. И очень удобно. То есть буквально на раз что-то приготовить. Например, та же лазанья, да. Или запеканка. Просто идеально. Но, что еще классного? А, вот здесь нет крышки. Здесь на вот эту формочку были просто силиконовая такая покрывка. Покрывка. Крышечка. Такая не крышечка. Ну, такая вот покрывка. Ну, как сказать. Она не плотно закрывающаяся. Силиконовая. Но я ее не стала покупать. Потому что, ну, я считаю, если мы ее что-то готовим, то мы сразу это будем кушать. Хранить в этом я не буду. Так. Сразу продолжаем. Стеклянные формочки. Ах. Ладно, ничего не разбить сейчас. Вот такую вот формочку еще купила. Но это уже на один, по-моему, литр, да. Точно так же везде можно использовать. Но здесь есть крышка. Кстати, эта штука была вообще не очень недорогая. Мне так она понравилась. Вот. То есть это можно использовать как крышку деревянную такая. А можно использовать как подставку. То есть что-то приготовил горячее. И прям сразу можешь ставить. Очень удобно. И здесь есть силиконовая прослойка. Можно будет спокойно еще и закрыть на хранение. Супер. Вот это мне прям очень понравилось. Я буду частенько пользоваться. Дальше. Дальше еще одна у меня есть такая же. Только маленькая. На 600 мл. Но здесь уже не шла такая классная крышка и подставка. Здесь была просто пластиковая крышечка. Ну, здесь, естественно, силиконовая. Сейчас покажу. Вот. Тоже удобно. Можно запекать, а потом хранить. То есть, ну, использовать для готовки. Либо просто использовать для хранения. Тоже классная вещь. Цены везде сразу ставлю, да? Так. Дальше. Тимур у нас активно бьет чашки. Я взяла две... Беру сейчас чашки парами. У нас всегда были... Ну, то есть, в последнее время были стеклянные. Но что-то мне захотелось разнообразия. Вот такие две черные чашечки купила. Простите, работает посудомойка. Так. Вот такие две чашки. И к ним еще две тарелки. Почему две, не знаю. Посмотрю, будем пользоваться. Куплю еще до набора. Вот такие две черные тарелки. Вот. Так. Из посуды еще взяла... Чашки для кофе. Именно для латы. То есть, с молочком. Тоже две. Да. Вот. Вот таких два стаканчика с ручками. Классные. Дальше, дальше. Еще. Мне в ванну нужно срочно было какой-нибудь дозатор для мыла. Стеклянный. Тоже. Хорошая вещь. Еще у меня... О, вот эта форма. Вот она была очень тяжелая. 32 сантиметра аж. Для... То есть, в ней классно делать тарты какие-нибудь. Ну, в общем, я никогда не готовила тарты. Пора начинать. Ну, тем более, я в отпуске. У меня есть куча времени. Вот сейчас как раз и буду этим заниматься. Так. Что-то еще я купила. А. Я вообще поехала за стулом и за ведрами для мусора. Ведра купила, но не те, которые хотела. Сейчас я вам их продемонстрирую. Но еще покажу. Еще купила уголочек для ванны. У меня в ванны. То есть, сразу за ванной. За конкретно ванной, да. Такое есть, такая ниша. И вот я в эту нишу хотела поставить вот такую вот полочку. Она будет выглядеть на раз, два, три. На три полки. Вот так будет выглядеть. Для шампуня и тому подобное. Потому что все... То есть, не люблю, когда все стоит на углах ванны. Либо просто где-то на полках. А там как раз ниша, ну, прям вот предполагает, да. Располагает, чтобы туда что-то поставили. Но, в общем, этой ниши никто особо не пользуется. И купила три ведра. Одно маленькое. На три литра. И два вот таких больших. Одно закрытое. И одно вот такое в дырочку. Это будет под бумагу. Это будет смешанное и био. Пока три, потому что просто больше физически не смогла принести. Итак. Естественно, две части. Цифра один. И цифра два. Это не просто крышечка. Это не просто крышечка. Там есть. Я уже это знаю, потому что я на работе собирала это ведерко. То есть вот эти крышечки сейчас, заглушечки эти. Вставляем. Так. Как бы это вставить так. Не вставляется. Хотя должно вставиться. Либо ждать детальку. То есть вставляется только с одной стороны. И сейчас с этой стороны попробую. И с этой. О, с этой почти вставила. В общем, нужно до упора довести их. И потом они автоматически защелкнутся. Но самое классное, это то, что здесь есть наклеечки. Зеленая. Зеленая. Честно, не помню зеленая. Для чего. Черная. Это смешанная. Голубая. Это бумага. Красная. Желтая. И белая меточка. Давайте, отпишитесь мне. Голубая 100% будет на бумагу. Черная. Насмешанная. Желтая, я так понимаю, стекло. Скорее всего. В общем, я не помню. Био вообще у нас коричневый контейнер. Но, наверное, красная. Скорее всего. Или зеленая. В общем, сейчас либо я буду гуглить, либо вы точно знаете. Вы же все знаете. Напишите мне, какой цвет для бьем. Все. Разбираю. Собираю сейчас все эти бедра. И, а, вот самое главное. Я сегодня, сейчас мне придется ехать за романом в Щемаху. Потому что Слава у нас вчера подвернула ногу. И сегодня осталась дома. Лежит наверху, сейчас читает. А я вначале за романом в Щемаху. А потом мы заберем с Ромкой уже Тиму из детского сада. И еще что-то мы еще сегодня делали. Интересно, я хотела бы рассказать. А, мы заказ делали на фломастеры. Фломастеры 168 штук. Вы не поверите. 168 штук. Она сказала, что она хочет рисовать. Но пришлось, пришлось покупать. Обязательно обзорчик сделаем на эти фломастеры. И, наверное, сегодня все. Но если будет что-то интересное, сниму второе видео. Но так, до встречи. До завтра. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok